всем привет ребята очень рада вас видеть на своем канале это будет влог из парижа мы не виделись давно потому что я была в каком-то таком состоянии не стояние мне хотелось честного монтировать снимать но наконец-то это желание появилось поэтому появляется вот этот собственно влог в этом влоге будет просто много парижа много моих друзей много всего уютного разговоры по душам и давайте смотреть этот влог как обычно мой инстаграм будет здесь инстаграма его бренда будет внизу будут под видео будут ссылки тоже на бренд и на меня и на мой гид по я вижу давайте смотреть этот влог давай лёш лёша мне купил телефончик он любит распаковывать . дайте какой цвет выбрала кстати он чуть розовым дает как раз как я хотела розовый из моего такой хотел бы таким ходить конечно мечтал с розовеньким как красиво я люблю такой осенний париж нами это самый любимый париж мы с лёшей обсуждали он говорит он любит больше весну подтверди нет я люблю осень как классно а ты думаешь нотрэдам скоро откроют я кстати не была в нотрэдаме не помню я рассказывал вам или нет лёша был ты был проверяю качество айфона пока выглядит кстати так же как предыдущий влог такой получился у меня за больше чем за неделю часть времени я вообще ничего не снимала а у меня было какое-то такое странное настроение может быть оно связано с погодой у нас постоянно шли дожди то дожди то ливни то град то солнце вот это все в перемешку и мне хотелось просто сидеть дома я смотрела сериал я присматривала призем рейк побег из тюрьмы сериал я уже когда-то давно видела мне кажется во время ковида я его смотрела имя почему-то вот решила его пересмотреть были дни день или два я просто почти весь день смотрела этот сериал и мне абсолютно ничего не хотела сделать не знаю бывает ли у вас такое состояние вот у меня такое бывает я не всегда куда-то хожу не всегда я чем-то занимаюсь иногда я просто хочу смотреть сериал нон-стоп сейчас такого желания у меня нет сейчас я чувствую себя уже хорошо правда на улице все так же непонятно что а я поняла что такое такой плохой погоды как в париже я реально нигде не видела и даже сравнивая тот же лондон у меня есть подруга которая в лондоне я там есть киды у нас ливень у нее солнце у нас ливень у нее солнце и нормальная такая погода для прогулок у нас просто сейчас происходит что-то негулябельное я бы это так назвала я все равно гуляю все равно вот собралась оделась потеплее сейчас пойду пройдусь своим любимым пинат баттер и сажусь за монтаж этого видео потому что я вам задолжала уже со влогом давно его не было и про его собственно делать что интересного прошло за это время я много видела своих друзей виделась со всеми занималась брендом на сейчас пошли активные осенние продажи я не успевал это многие детали делать мы чуть-чуть не рассчитали сколько будет продаж и у нас не хватало чехлов на пиджаки и верхнюю одежду у нас идет такой чехол кофр и мы продали больше чем мы думали у нас закончились просто чехлы и мы экстренно часы дошивали эти чехлы короче некоторые изделия вот-вот уже закончится закончится ткань на них и они больше не будут повторяться к сожалению но я рада что вот осенние вещи так активно уходят я рада что многим людям действительно нравится наше пальто пиджаки так что как бы если вы хотели допустим пальто пиджак не откладывайте в долгий ящик потому что некоторых позиций уже не будет там осталось реально пару единиц я выходила искала ткани нашла ткань еще на кое-какие изделия и и и собственно все я не знаю что происходит но какое-то нереальное количество людей в париже я такого не видела давно на олимпиаду здесь было пусто а сейчас как бы не пройти никуда мы все время идем сегодня и толкаемся мы пришли с лёшей на такую выставку рынок еды из калифорнии он работает всего несколько дней и здесь продаются разные товары из калифорнии смотрите хлеб потом какие-то соусы масла пока честно говоря не могу ничего понять очень пахнет чесноком например вот смотрите кокосовый карри или фил гуд салат в игре александр в общем этот фестиваль я так понимаю всего несколько дней наверное когда я выставлю видео вы уже не можете сюда попасть это фестиваль калифорнийской еды и напитков тут курсы готовки мы решили пока взять такос тут всякие необычные бургеры выпечка в общем выглядит довольно интересно и это находится в третьем округе парижа а вот такая информация лёша стоит в очереди за пивом это алкогольная очередь ждем твой тест это свинья это свинина он нет потом здесь можно пройти мастер-класс классно ты влез мне в кадр а по лимонному пирогу лишь твоя оценка вот это монетка где мы только что он только что говорил давай сейчас сидим да это когда-то что-то раз хочет что-то сеть другой знаете такой вообще нет у меня мне кажется это самая оживленная территория в париже потому что здесь много разных необычных назовем их так заведений которые не всегда вкусные но они привлекают туристов но и местных жителей тоже лёша привлёкся тоже сюда пока была в украине и тут было невкусно он сказал дончик какой-то красивый и карбоне помнишь мы были в карбоне нам не очень понравилось я все хочу вот в это место прийти это израильская какая-то кухня но всегда когда мы хотим прийти сюда он закрыт а сегодня мы хотим прийти сюда не знаю он находится во вторник о зеркальце чтобы дончика давай дончика сюда дончика 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 ой какой вау нуар расширяется вот смотрите теперь есть такое кафе merci noir это самая большая сетка кофеин в париже но в нормальном кофе и выглядит прилично дончика невозможно не сфотографировать он просто божественно красив прекрасен удивительного хочу показать вам мою одну из последних покупок я еще не носила наверно первый раз сегодня обою это вот килоферы and zero по моему они очень красивые я промещаться представляю как я одену какие-то не знаю гольфики и это будет выглядеть шикарно мне вообще конечно как и всем сейчас очень нравится zero я ничем не отличаюсь других людей поэтому да я очень довольна этой пары я вчера ее получила купила ее получается где-то неделю назад очень долго шла еще я нашла вчера но это вообще находка полнейшая это old celine времен фиби 2018 год коллекция осенние это такие шикарные просто шикарнейшие я даже не знаю как их описать я померяю покажу вам на ноге такие сапожки они выглядят просто невероятно так что да вчера мне пришли прям две пары обуви но вот здесь вот так все завязывается и выглядит очень красиво я их очень выгодно купила вот такая вот красотень у меня дончик получает посылку до нее даша привела нас сегодня на выставку сегодня последний день я в бурты коммерс стеклянные выставки чтобы зайти сюда вы надеваете такие вот бахилы чтобы своими грязными ботинками не топтать стекло ух ты конечно немного стыдно жарить париже и прийти на выставку последний день дать какой лучше поздно чем никогда ребят за позаботиться я просто прочитала что последний день ну ты вообще это реально спасла нашу культурную жизнь это ты просто гуляла и решила зайти нет я знала что последний день просто меня это приют вот это растяжка это завтра наверно но вот этот будет тоже в другом блоге я все там про пакетиков пыталась вырезать ставить каждый день я не ссорилась ни с кем вот знаете раз восприятие у меня более мужское у нее женское она со мной ссорилась я вообще была не в курсе ну все-таки большие головы с тобой да особенно и меня у меня длинная и даже постоянно подходит охранник и просит ее убрать свои вещи реально постоянно к ней подходит так а чем отличается твоя пальцовка там надеется на моем уровне так зря он так думает как это Я очень рада, особенно, нам не хватает пиццы просто. Представляешь, прийти сюда с пиццей. Не, ну вообще, я запомню это, наверное, на всю жизнь. Здесь была сильная церковь Парижа. Вообще сказала, мы не будем футировать. И лежала под пересеклись. Смотрите, Дашу заставили положить всё на себя. Зато на пиццу хватает. Придется мыться после этих визитов. Где он какой-то арт? А ну полазай, как девочка маленькая. Я теперь хочу выпачкать вещи. Я могу максимум вот так. Ух ты, так прикольно. Обалдеть. Я не знала, что ты так умеешь. Ух ты. А ну сделай. Ещё сделай. Я не думаю, что это происходит. Класс. Смотрите, какая сейчас в Довар стрит-маркете инсталляция с кучей стульев. Они прям повсюду доверху закиданы. Видите, как это выглядит. Владик тут работает цветой, снимают банты красиво. И вот тут тоже стулья. Немного про погоду в Париже. Как так вышло, что ты умный такой? Донни всегда примерно в 6 часов вечера вот так приходит и просит кушать. Ты хочешь кушать? Мы пришли в Лешины любимые бургеры. Он их заказывает в доставке, когда меня нет. Я не люблю мясо, котлеты. Но я не знала, на что он есть веганский тут. Сегодня очень холодный день, поэтому я сегодня даже в лошадке. Не будешь ничего говорить? Все мечтают о таком носе. Как у тебя? Конечно. Не думаю. Ну ты бич! Не ходили здесь очень давно. Эта вся территория была закрыта из-за Олимпийских игр. А это Дончика, любимое место для прогулок. Мне кажется, мы здесь были последний раз, наверное, весной. Для меня всегда удивительно, как сено меняет свой цвет. Буквально, я не знаю, ну может две недели назад нам была такая зеленая, болотная. А сейчас, например, цвет от Темзы. Как будто мы в Лондон переместились. Сегодня очень холодное воскресенье. Я уже иду в зимнем пальто. Ночью было плюс четыре. Видите, какая у нас злая такса. Дони злодей. Какая песня красивая, Леш. Это ты написал? Ты не должна была слышать. Она еще не выпущена. Мы все оценили. Дончик, пойдем? Дончик, ты кабачок. Ты какой-то сегодня такой толстенький. Я абьюзер Дончика. Называю его толстеньким. Ты позируешь? А ты можешь не моргать? Давай, попробуй не моргать. Ждем. Только не пукнет. Интересно, 10 минут. Быстро. Я думал, он будет долго. Мы пришли в новое место. Хотели в него прийти. Здесь постоянно была запись, как я понимаю. И мы спустя, не знаю, дней пять, наверное, сюда попали. Леша говорит, удон супер. Да так, сейчас будем пробовать. Я жду свою рыбу и севиче, по-моему. Смотрите на Айвиса, какой он красивый. И он купил эту курточку когда-то за евро, он говорит. В этом я буду сейчас показывать Сине, как искать классные вещи, не за дорого. Это тоже по бюджету покупал за евро, но не в этом трикстайле. В общем, чтобы быть модным и стильным, не надо много денег. Это можно делать очень бюджетно. И Айвис нам покажет как? Да. Я скептик. Я не люблю запах в секундах, поэтому я не захожу сюда. Да, запах начинается. Жалко, вы не можете почувствовать запах. Вот это все то, что висит, это типа за дорого. Три евро. Три евро для нас это дорого. Идем дальше. Это не наш бюджет. Мы идем дальше. Дальше. Вот такие вот коробочки. И ты должен накопаться. И вот в этой коробочке когда-то нашел эту штучку. У меня сегодня ветер потрепал меня по полной черте. Это выглядит как мусор просто. Оно выглядит как мусор. Я тебя не впущу домой теперь. А по-моему. Надо полностью мыться. Ребят, честно говоря, ну не знаю. Понятно. Но тут наверно одну штучку можно-то найти. Айвис пробует популярное место у нас на улице. Морис. Оно сейчас во всех тиктоках. Везде просто. Все берут это кофе. Приятного аппетита. Давайте снимать. Морис. Мне нравится как Дончик наблюдает за людьми. Вы ожидая, что ему что-то дадут. Смотри, как он нюхает. Дончик. Дончик. Вот так выглядит еда. У меня тунец. Морис. Он похож, как будто он плавает в каком-то супе. Дончику очень нравится еда Леши. Это просто типа тартара. Я думаю, сырое мясо. Тебе нравится это мясо? Я только встала. Боже, ну у меня видок. Я сплала с вот этими ночными бигудями. Которые overnight blowout. И я не знаю, как бы. Я думаю, ничего не получилось. Мы сейчас с вами проверим, получилось или не получилось. Спать было ужасно неудобно. Я думаю, это первый и последний раз, когда я так сплю. И видно, что я только встала. Жесть, да? Мы с Дашей долго пытались понять, какая это цифра. Ваши догадки, какая это цифра. Пишите, пишите, да. Даш, какие твои эмоции после похода в префектуру? Ошеломительные? Мои эмоции это never more, never more. Как это через год? Never more. Я реально заебала. Вот такой у нас с Дашей красивый стол. Я пью горячий шоколад. Даша ест бесерт. Кстати, выглядит супер. Лучше, чем в том месте, где ты ела. Гляньте, это Инин рецепт. Она берет шантии и размешивает это все в своем шоколаде. Это калорийное месиво. Кстати, вот доказательства. Ты ешь сладкое. Я пью. И потом на ускорку поставишь. Смотрите, какая красота. Мы с Дашей идем. Это просто невероятно. Мне нравится, как ты умеешь переходить с одной интонацией на другую. Да, я очень хорошо это делаю. А на английском у меня звучит очень милый. А на русском я звучу злой, противной сукой. Красота. У меня проблемы серьезные. Да-да, вообще не видела, чтобы столько лебедей было в Париже. Красота какая. Надо снимать так, потому что иначе очень шумно получается. Пришла я посидеть в тюллерии. Просто поболтает с вами. Сижу, наслаждаюсь осенью. Вообще, я просто обожаю октябрь в Париже. Я постоянно об этом говорю. Это мой любимый месяц конкретно в Париже. Я считаю, это лучшее время, чтобы быть здесь. Поэтому я наконец-то наслаждаюсь. У меня была такая депрессивная неделя немного. Не знаю, расскажу вам, пожалуй. Будем с вами чуть-чуть ближе. Все время, когда в Париже начинается неделя моды, у меня начинаются какие-то депрессивные моменты. Связаны они в основном, наверное, с моими какими-то нереализованными целями прошлыми. И мне довольно грустно находиться в Париже в это время, зная, что раньше, когда я работала моделью, я так и не сделала то, что хотела. Не добилась каких-то своих мечтаний, которые у меня были. Хотя объективно я понимаю, что это было невозможно, потому что мне не хватало там внешних данных, роста, еще чего-то, может быть, харизмы 5-го, 10-го. И это была невозможная какая-то у меня мечта. Знаете, есть фраза такая, твоя мечта не сбылась, потому что ты выбрал не ту мечту. Ну, вот типа того. Но все равно, находясь здесь в это время, я ощущаю какую-то грусть, что ли. Конкретно вот в периоды недели моды. И каждый раз, когда здесь неделя моды, все, я впадаю в депрессию. Это прям уже традиция, мне не хочется никуда не выходить, не хочется мне ничего делать. И я сижу и просто смотрю сериал, допустим, весь день, просто смотрю в потолок. Вот такое я вам не рассказывала о себе, будете знать, такой вот факт, что вот так бывает. Я не знаю, что с этим делать, я пытаюсь с собой бороться. Я не понимаю, как это искоренить, хотя я уже давно приняла для себя, да, что я не работаю в этой сфере. И почему я до сих пор ощущаю вот это какое-то чувство, как будто мне отказали на кастинге, я не могу писать. То есть, вы знаете, вот все люди приезжают в Париж на неделю, на день, на два, конкретно на неделю моды, а я здесь живу и как будто не участвую в этом процессе. И от этого у меня вот это ощущение какой-то грусти, беспричинной просто грусти. Это такое сложное чувство, с которым я никак не могу справиться. Я прицепила телефон на стул и вот так снимаю. В общем, да, это какое-то очень странное чувство, с которым я никак не могу справиться. Я не понимаю, почему я чувствую вот это, как будто реально у меня что-то не получилось. Хотя, да, так и есть. У меня там то, что я планировала, не получилось. Но я же уже этим не занимаюсь, да, но все равно чувствую вот это, как будто мне сказали нет на кастинге. Неописываемое чувство, конечно. Я думала, может быть, мне грустно, что я не участвую в мероприятиях, допустим, как гость. Хотя, не знаю, никогда к этому не стремилась, но, может быть, мне поэтому грустно. В общем, я пытаюсь как-то разобраться, что вводит меня в это состояние нестояния. Почему мой телефон крутится, вертится, почему? Обсуждала этот вопрос Даша, и она говорит, что ей грустно, что, например, ее не зовут там на показы, на какие-то вечеринки. То есть, как бы мы живем в центре событий в Париже, да, но нас как бы никуда не зовут. Не знаю, вот это у меня никогда не было такой цели, чтобы меня звали куда-то, конкретно какие-то мероприятия. Я считаю, что вот то, что я чувствую, это конкретно связано с тем, что я не смогла добиться, когда работала моделью. И, в принципе, наверное, я бы хотела участвовать во всех мероприятиях, ходить на показы брендов, которые мне нравятся. Но дело в том, что меня зовут бренды, которые мне не нравятся, я не хочу туда идти. А те, которые мне нравятся, тем не нравлюсь я, скажем так. То есть, те, кто зовут меня, они мне, назовем, грубо не всрались, а куда я хочу, я им не всралась. Вот как бы, скажем, вот такими грубыми словами. И, честно говоря, я немного не понимаю тоже, как развиваться в этом направлении. Я обсуждала с одним, господи, с одним пиаром. У меня есть знакомая, она работает пиаром в очень большом бренде, знаменитом французском. Я и говорила, как выбирают блогера, с которым сотрудничают крутые бренды, да. Я думала, это число подписчиков, качество контента, количество лайков на постах, просмотры на ваших рилз. А она мне сказала то, что меня просто шокировало, то, что меня обескуражило. Первое, на что смотрят, это кто подписан на этого человека из индустрии, какие-то важные люди, я не знаю, редактор блог, или какой-то суперстилист, или, не знаю, дизайнер хорошего бренда. В общем, какие важные люди из индустрии, собственно, моды смотрят за тобой. Второе, на что смотрят, это откуда аудитория. И, как бы, я уже пролетаю по первым пунктам, двум, потому что я не знаю, кто подписан из индустрии, подписан вообще кто-то. А второе, это аудитория. Она сказала, что, к сожалению, аудитория из Украины, и тем более из России, никому особо не интересна, потому что сейчас нет продаж ни в Украине, ни в России. В России вообще ничего нет, бутики закрылись, и никто туда доставку не делает, поэтому все русские подписчики никому не нужны. Нужны европейские, американские, платежеспособные европейские подписчики. В общем, да, вот такая грубая реальность. На третьем месте качество контента, как ваша стилистика и визуал совпадает с брендом тем или иным, а потом уже сколько подписчиков, сколько лайков. Это уже на сто двадцатом месте стоит, и я была, честно говоря, удивлена вот такому. Не знаю, что делать и как развиваться. Честно говоря, очень хочется развиваться, но как будто опускаются руки, потому что… Вот на Ютубе, например, смотрит меня определенное количество человек. В сторис смотрит тоже много человек, больше, чем на Ютубе смотрят мои видео. В сторис у меня просмотры еще выше. А когда ты заходишь на мои посты, никто не лайкает, никто не комментирует, нет никакого общения с аудиторией. Я вообще не понимаю, куда это все делается, и это немного демотивирует вообще к чему-либо, потому что ты как будто делаешь что-то, что как бы никому не надо, скажем так. Если раньше меня мотивировала реклама, я делала много рекламы, сейчас я не делаю рекламу, потому что мне пишут поводу рекламы те, кому я не могу сделать ее по каким-то своим моральным принципам, и получается, что единственная отдача, которую я от блога получаю, это или общение, или какой-то вот вовлеченность в то, что я делаю. А когда и вовлеченности нет, то, честно говоря, опускаются руки, и начинается такая мини тоже депрессия. Я сейчас веду еще тикток, ну как так, не очень веду тикток, чуть-чуть веду на английском, пытаюсь как-то привлечь новую аудиторию, посмотрим, что из этого получится. Я вообще ничего не понимаю в тиктоке, я до сих пор выставляю просто и не понимаю, как там, что работает, я как старая бабка, которой дали телефон, и она такая, ааа, как этим пользоваться? Вот как-то так. Фух. Завтра, наверное, иду стричься, потому что у меня волосы такие посеченные на концах, хотя качество волос, кстати, хорошее, потому что я постоянно делаю уходы, масочки. Верность, кого я нашла? Это же Инна? Это ИННА! Она делает себе новую стричьку! Пойдемте к ней! Пойдемте? Пойдемте к кинулику. и на я уже кричу я похожу просто и уже веселая а то у меня уже волосы не расчесывались я не могла их расчесать они вот тут застревали почти одна длина сантиметр и какая плотность хорошая моя депрессия окончена я иду на съемку честно было так лень вы просто не можете представить это моя вторая съемка за неделю первую я не снимала а сейчас я решила снять хотя бы как я иду на эту съемку мне пишут очень классные фотографы в инстаграме я долгое время вообще не соглашалась а сейчас решила чего нет почему нет если да ну посмотрите какая красивая так как не восхищаться и и красотой солнечная булочка так владик привел у меня в рауз бейкере и вы знаете она похожа на столовку ребят господи ребят я просто ненавижу солнце поэтому я снимаю сижу вот так сижу я с юлей единичку просто влад у нас любит солнце поэтому мы не учимся тут на солнце жаримся не не знаю очень красиво вообще от отдай померить юля твой очки да красиво с ними чуть ближе смотрите как мы красиво одели банк и щечки надень очки будешь такая болен себе не могу попасть я я при этом он же герой а ты болен себе ну и как мне нравится когда вот так мы закрываем тебе ухо полностью блин очень красивый вообще-то бант мой самый любимый очень супер суперщик ты просто любишь всегда самая дорогу да смотрите какая просто хорошо блин а можешь лицом туда отвернуть меня подожди вода где вот так подожди мне нужно сделать такую фотку не двигайся лицом туда да там все в восторге поэтому я же не могу показывать что у меня все-таки репертуар очень широкий да и я мы не были в тюлере очень давно потому что были шары вот тут один шар был большой олимпийский шар олимпийский шарик нам нам это не нравилось мне как коренному парижанину мои любимые места которые заблокированы в них не пройти как говорится не дыхнуть не пернуть простите мне это не нравилось нет но зато сейчас очень много людей как бы насладиться сложно но я не знаю мне как-то вот естественно в тюлере даже когда много людей тут какая-то мне кажется все-таки особенная атмосфера и обстановка мне нравится будем кормить уток мы смотрим сериал про властелина колец и и конечно же едим пиццу мы пришли с лёшей в пейпер бой по моему я здесь никогда не была вот так выглядит меню моего молока нет я чуть-чуть расстроена поэтому я не пью ничего сегодня я вчера легла в два ночи потому что я смотрел сериал до двух да я уже думаю досмотрю еще одну серию потом думаю ну ладно еще одну посмотрю потом думаю блин ну ладно участок интересно посмотрю поэтому сегодня встала где-то в 9 30 и вот я вот такая пухшая вся я уже давно не опухаю я сразу знала что лёша рисует дончика только у него хвостик не такой вот как ты нарисовал что это что это такое я нарисовала от ли у кого лучше рисунок у меня у меня у меня такой тунамелл я не знаю почему мне дали чипсы а у лёша капуста вообще-то я люблю капуста он как-то все не очень честно получается конечно дизайн есть то этого места немного вне времени точнее устаревший вне времени звучит как будто это хорошо это не очень хорошо за оценка я бы поставил 8 мне кажется всем ну я просто так отделась я не очень люблю как обидаться я съела одну половинку вот этой еды сделала 3 теперцы давай будем честно и укусы у тебя были потом он на что ты рассказываешь теперь наконец-то пью кофе мы зашли в бадди-бадди каждом блоге вам рассказываю что каждые выходные в париже в разных районах проходят барахолки и мы случайно попали идя с бадди-бадди это 11 округ вот такую вот барахолку я знаю что иногда люди находят что-то реально классное честно у меня никогда не получалось вот недавно айвис меня водил секонд это был трэш полный французская литература мы заметили вот такое вот развлечение пожарники водят детей по как-то сказать по лестнице на второй этаж жалко мы уже не дети дали уж вот так это выглядит смотрите они продают еще свой мир чашки футболки все связанное с службой пожарной я такого конечно еще не видела 3 ты в очереди смотрите здесь показывают как надо спасать людей и девочка как внимательно смотрят смотрите какой лёша молодец он взял мячик и кидает дончику мы идем с лёши на ужин на красный как вы видите мы бежим и в париже снова открыли арабику и и не было мне кажется года два и вот она снова тут мы пришли с лёшей в индийское кафе мы долго в него не могли попасть всегда была забронирована и у лёши еда выглядит уже лучше чем у меня это сразу видно у меня как-то так сухенько я бы сказала и мой любимый хлеб на я думаю будет очень вкусно мы с лёшей не наелись и взяли еще понимаете какие мы обжоры вот это место и мы ушли и сейчас девять вечера все еще очередь спасибо за просмотр была рада провести это время с вами надеюсь вам все понравилось следующий влог будет из парижа опять приезжает моя сестра ненадолго она приезжает и потом я еду в это маленькое путешествие а потом я уже скоро еду опять в украину честно говоря кстати что хочу сказать по брекетам я уже ношу их почти полгода или полгода мне кажется зубы практически уже все выровнялись как они должны быть и брекеты у меня уже вообще не вызывают никакого дискомфорта я научилась их чистить просто за пять минут и мне уже не кажется удобными я даже не представляю как как я их сниму и что будет потом в общем вот такие вот мысли про брекеты я может быть даже по ним буду скучать не надо ему помогать ты сможешь давай дай он еще раз так лапками подергать короткие лапки не дотягиваются а